Прием на высокое положение брови. Помните, что от залипания, от напряжения тканей у нас происходит нависание века, скапливается жидкость и работать на то, чтобы снять напряжение с глазной области очень важно. Ну и плюс мы освобождаем круговую мышцу глаза, которая вечно в плену соседних мышц, ей не хватает кровообращения, она начинает сворачиваться. Поставили пальчики на конец брови и начали разминать свою бровь, как будто бы у нас тесто под руками. Делаем мы вот такие движения, то есть подхватили складку и вот как будто выворачиваем эту бровь, можно ее даже немного как бы подскатывать, подкручивать. Любое подкручивающее движение, либо такое, либо такое, да, оно приведет к тому, что мы здесь разработаем вот это слипание тканей. Прошлись по всей дуге, вернулись к началу. У многих в некоторых местах на брови будет больно, это говорит как раз таки о точке триггерной, там где больше залипания, там где больше напряжения. Работаете в одно время и нежно, и с другой стороны глубоко. Нам не надо, чтобы здесь кожу щипали, мне надо, чтобы вы подхватили все ткани. Еще многие из вас будут говорить о том, что они ничего подхватить не могут, что бровь как будто не от кости не отделяется. И на эту сторону поработаем. Опять возвращаемся к началу и двигаем, двигаем. Вообще-то, по идее, на лице не должно быть ни одного болезненного ощущения, но это на здоровых тканях. Поэтому вначале будет болезненно, потом будет все приятнее и приятнее. Завершить прием мы можем не обязательно такими движениями, прокатывающими. Завершить мы можем еще и вот так прием. Три раза сняли напряжение, успокоили всю зону.